Я всех приветствую на своем канале, с вами Кирилл, сегодня у нас будет новое разговорное видео, очень интересное. Скорее всего по названию ролика вы уже обо всем догадались, о чем будет сегодня видосик, но давайте я сразу успокоюсь, что это было очень давно, это было еще в конце 2014 года, я занимался таким делом как читы, поэтому сегодня я в принципе вам расскажу, как это было вообще, как я нашел читы, откуда у меня они появились, что вообще было в этих читах, я сегодня вам это все расскажу, поэтому смотрите ролик от начала до конца. На фоне вы будете видеть проект Родина, ролеплей, на котором я играю, это первый сервачок, центральный округ, если хотите играть вместе со мной, вся информация есть в описании под видео, вводите мой ник при инстрации, качайте 3 уровня и я получу 250 тысяч, которые я дам вам, поэтому пацаны играйте вместе со мной, повторюсь, вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, давайте я вам расскажу вообще из чего все началось, я на тот момент играл на проекте КРМПРП, он тогда был очень популярный, я думаю многие это помнят, и многие вообще играли на КРМПРП. Я играл, по-моему, на третьем серваке, да, я на третьем серваке играл, и там познакомился с пацанами, который был Алексей Рус, у него ник был, потом Никита Лазарев и Джейсон Монро там еще был, получается я с этими пацанами познакомился и начал вместе с ними играть, развиваться, мы сидели в Райт Кау с ними постоянно, ну тогда как бы не было дискорда, поэтому мы сидели в Райт Кау, либо в Скайпе, потому что других вариантов не было, и голосового чата, конечно же, в 2014 году не было, и быть не могло. Получается мы с ними там просто играли, общались, в принципе, все было отлично, и потом в какой-то момент, я не помню, как именно это было, честно, я не помню, можно было бы у Вовы спросить, потому что Вова это Джейсон Монро, он как бы, я с ним еще общаюсь периодически, как бы, может он бы вспомнил, как это все было, потому что я честно не помню, как вообще они мне сказали про читы, я тогда честно даже не знал, что такое читы, но в 2014 год, пацаны, я тогда только играл в КРМП, начинал играть, я тогда играл там на всяких, ну, БРП, на всяких дрессерваках, И потом начал еще играть на КРМП РП, ну, КРМП РП, это уже был РП сервак, в принципе, и я толком еще ничего не знал, особенно про читы, про читы я никогда не слышал, их не видел даже, и тут мне пацаны, типа, говорят, давай, типа, мы тебе читы скинем, типа, с ними будет поудобнее играть, что-то типа такого, пацаны, что-то типа такого, я дословно не помню, но что-то типа такого они мне сказали, и я, типа, говорю, ну, давайте, типа, ну, я ж не знал, что такое читы, там, туда-сюда, Они мне там вкратце объяснили, что там есть, в принципе, и все, а так я не понимал даже, что это, ну, запрещено, мне, конечно же, пацаны сказали, что это запрещено, если, типа, тебя спалят, тебя могут там забанить, наказать, туда-сюда, но я молодой зеленый, пацаны, знаете, типа, ну, не понимал еще то, что могут там бандать, туда-сюда, ну, я типа, скачал читы, и, как бы, начал ими пользоваться, Но, пацаны, я говорю сразу, что мы читами пользовались с пацанами, но мы ничего такого плохого не делали. Мы использовали читы чисто для удобства, для удобства игры. Чтобы починить машину, выдать себе оружие, телепортироваться. То есть, мы никого там не демили жестко. Мы ничего такого не делали, пацаны. Поэтому читы были использованы только на благо, как бы. Ничего плохого мы с читами не делали. Мы не разносили сервак, мы не мешали другим игрокам. Просто использовали читы для своего удобства. Допустим, там врезался, починил машину. Ну, короче, мы, получается, скачали читы. В итоге я с этими читами играл где-то либо две недели, либо месяц. Я точно не помню. У меня тогда был на КРМП и бизнес, получается. И дом был, и крутые машины. Ну, было все хорошо, реально. Было все отлично. Бизнес у меня, по-моему, был в Арзамасе. Я помню, отлично это. Кусочная какая-то была. В Арзамасе, в центре. Я помню, это прекрасно. И у меня еще был дом в Гореле. Бэха, я помню, у меня точно была. И Ямаха, по-моему, была еще. А, и Мерседес, может быть. Я точно не помню, какие именно машины были, но были нормальные машины, реально. Ну, аккаунт такой был, знаете, не прям жирный, но такой среднячок. Хороший такой среднячок. Ну, я как бы с читами играл. Помню, я что-то продал дом и спавнился на вокзале, по-моему. И с помощью телепорта я телепортировался в Южный, на мэрию. И там у меня стояла машина, я садился в машину и ехал кататься. Я это тоже прекрасно помню. Был такой Мерседес золотого цвета. И номера какие-то там пиздатые были. Не помню точно какие, но какие-то были пиздатые номера. Какие-то фуллблаты. Мерседес был тогда банан, я помню. Прекрасный такой золотой банан на фуллблатах. Вот это было, пацаны, охуенно просто. Ну, я как бы с читами играл туда-сюда. И как-то раз я, по-моему, вечером играл. Либо ближе к ночи. И там было мероприятие, типа, от администратора. Типа, надо было выжить и, типа, за это там получишь деньги. В итоге, как бы, я пошел на мероприятие и начал, как бы, там участвовать. И в итоге меня начинает убивать админ. А я поджимал кнопку, там просто кнопку нажимаешь и все. Там не надо ничего писать было. И, как бы, себе хп полностью восстанавливал. В итоге администратор, конечно же, меня спалил и выдал мне бан. Бан мне выдали на один год, пацаны. Чтобы вы знали, на КРМП РП банили за читы на один год. Вот это, я считаю, очень было правильно, потому что читы, пацаны, это зло. Потом, получается, мне дали бан на год и я ушел с КРМП. Куда я ушел с КРМП, пацаны? Я не знаю, вам это будет интересно, куда я ушел или нет. Итак, получается, меня забанили на один год. И я, как бы, не вижу смысла дальше играть в КРМП и решил пойти в какую-то новую игру. Я пошел играть в МТА на проект CCD Planet, на первый сервак. И вместе с мной Монро пошел и Никита. Ну, короче, вся компашка, с которой мы играли в КРМП РП, мы все пошли, получается, в МТА. То есть, мы просто взяли и ушли с КРМП в МТА. И начали там играть, развиваться. В итоге, получается, по-моему, с Никитом мы либо поссорились, либо просто перестали общаться. А Джейсон Монро, мы с ним, как бы, долго играли и общались. Потом мы играли, получается, в МТА. И потом... Один год мы играли в МТА, я помню это прекрасно. Один год мы играли в МТА, потом обратно вернулись в КРМП. И потом Монро ушел в МТА с КРМП, да. И потом он полностью перестал, по-моему, играть, если я не ошибаюсь. Ну, короче, вот такая история, пацаны. Честно, мне стыдно было об этом рассказывать, потому что я ненавижу читеров. И, как бы, читы это плохо. Я знаю то, что я, допустим, на родине администратор, и, по сути, я бы мог скачать читы, чтобы мне было более удобнее, чтобы, там, летать по карте, как другие администраторы на родине РП. Просто на родине РП я видел, у многих администраторов есть читы, как бы, админские читы специальные, которые они скачивали. Но я в этом не вижу смысла, потому что, ну, читы это, пацаны, херня, реально. И вот, когда меня забали на КРМП РП, больше я читы никогда не использовал, и я их сразу просто удалил. Просто сразу удалил читы, по-моему, даже КРМП удалил, и пошел, как бы, играть в МТА. Честно, я хотел найти переписку, типа, как мне эти читы скидывали, но я ничего не нашел, пацаны. Я не помню, где мне их скидывали. Может, мне их скидывали в ВКонтакте, может быть, в Райткал, может быть, в Скайпе, как бы, я это не помню. Но очень бы хотелось найти эти переписки, эти диалоги насчет читов, типа... Но, что было, пацаны, то было. Я вас заверяю, то, чтобы вы не юзали читы, это очень плохо. Я, как бы, читы, вообще, юзал по глупости, потому что я был еще молодой, зеленый, я еще ничего не знал про КРМП толком. Вообще, даже не знал РП-термины, чтобы вы понимали. Я даже РП-термины не знал, и, как бы, ну, мне, пацаны, как бы, решили немножко упростить игру, поэтому они мне скинули читы. Я их попробовал, меня наказали, в принципе, что и правильно сделали. И, как бы, после того момента, вот, клянусь просто всем, что есть, то, что после того, как меня на КРМПРП забанили на год за читы, я больше читы никогда в жизни не использовал. Никогда просто. Я сразу удалил, и все, сказал, все, больше я читы юзать никогда не буду. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok